Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Видите, мы говорим о каких-то невидимых механизмах успеха. Потому что некоторые люди думают, что успех означает, вот, Олег Геннадьевич, скажите, вот это важно. Успех означает, что ты пошёл в нужное место, в нужное время, нужного человека встретил, тебя на работу взял, вот это успех. Это правда, это правда. То есть успех приходит при совпадении определённых обстоятельств, всё это есть, но это всё не является случайным. Всему это предшествует то, о чём я сейчас вам объясняю. Допустим, у вас нет сил, не пойдёте, не встретите. Почему нет сил? Нет энергии природы. Нет любви к людям, не хватит. Вы придёте на работу устраиваться, нужный человек, вам уже привели туда, сказали, вот всё, человек о вас узнал, хорошие, добрые люди вас представили, сказали, берите на работу это, вы пришли туда. А у вас нет энергии контакта с людьми, вы не самодостаточны в отношениях с любви, у вас нет социальной силы. И в результате, когда вы увидели человека, который хочет вас взять на работу, у вас слюна потекла. На него смотрели, спасибо тебе, он говорит, не, я вас не беру. Передумал. Почему? Потому что слюна потекла. Не справился с собой. Жадность началась, желание сильное началось. Девушка увидела парень, ей понравилось, обомлела такая, всё. Всё, она ему же неинтересна. Должна быть сильной. Откуда эта сила берётся человеческая? От того, что человек служит людям. Девушка, чтобы выйти замуж, должна заботиться обо всех, быть доброй ко всем, быть активной, много подружек, хорошее отношение, ни одинокой не сидеть, несчастной одинокой не сидеть. Это эгоизм по-женски. Вырвись из этого состояния, о всех заботься выйти замуж обязательно. Станешь сильной социально. Кто-то тебя полюбит, будешь спокойно к этому относиться. Значит, скоро замуж. Всё. Ты стала сильнее своей судьбы. Мужчина постоянно всех побеждает, заботится, ответственность сказал, сделал всё. Очень сильная позиция внутренняя. Сильный человек. Правильно. Эгоизм по-мужски как будет. А? Эгоизм по-мужски. Эгоизм по-мужски? Да так же, как по-женски. Да пошли все нафиг. Не буду я работать там, там денег мало платят. Не буду это, а что мне напрягаться всё? Не хочешь ничего делать, лениться. Вот она успех сразу. Дальше что? Богатырская наша сила. Сила воли и сила духа. А дальше что? Эх да, надо нам жить красиво. Эх да, надо нам жить раздольно. Богатырская наша сила. Сила воли и сила духа. Вот он успех. Хочешь жить раздольно? Стань сильным. Стань волевым. Заставляй себя. Работай над собой. Не ленись. Дальше будешь жить раздольно и красиво. Нет вариантов по-другому. Запомните. Если вы смотрите на своего мужа, и у вас в голове мысли, просто мысли промелькнуло. Вот в голове промелькнуло мысль. Я бы могла себе найти получше. Мысли такая промелькнула. У него вот здесь другая мысль промелькнет. Называется кобелина. Если вы смотрите на своего мужа, и сомневаетесь, что это ваш человек, он любви от вас не почувствует никогда. Это просто невозможно. Потому что мужчина может почувствовать любовь от женщины, если она знает, что ты ее человек. Вот она смотрит так на него, и он сразу, все, любовь пошла. Все, его расслабляет сразу. Сейчас ты его человек, он смотрит как бы. Смотрю в тебя, как в зеркало, как в самоотражении, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгую, а жизнь еще длиннее. Понимаете? Научитесь не видеть мелкого в зеркальном отражении.